По состоянию на 1 мая 2021 года просроченная задолженность населения перед «Газпром Межрегионгаз» Чебоксары превысила 90 миллионов рублей. Одним из эффективных методов борьбы с неплатежами является отключение. В рейд под омолодением злостных неплательщиков вместе с газовиками отправилась наш корреспондент Екатерина Шиверова. В элитном коттедже в пригороде Чебоксар долг за газ почти 150 тысяч рублей. Хозяева не платят за голубое топливо более года. Уведомления о необходимости оплаты игнорируют. Представители газовой компании для контрольного снятия показаний и проверки оборудования в дом не пускают. Газовики вынуждены идти на крайние меры. С улицы отключают домовладение должника от распределительной системы с установкой заглушки на газопровод. Да они уйдут отсюда, с вами нет. Безопасно с ним говорить. На каком основании вообще? Эти крайние меры применяют газовики к злостным неплательщикам в соответствии с действующим законодательством. Так, несвоевременная оплата счетов за поставленный газ в течение нескольких периодов подряд влечет начисление пени. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга, взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек. При этом работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента. На сегодняшний день компанией запланировано производство работ по приостановлению подачи газа более 6000 абонентов Чувашской республики, имеющим просроченную задолженность за потребленный природный газ. Не нужно доводить ситуацию до критического уровня. Необходимо в срочном порядке провести оплату за потребленный природный газ и произвести работу по техническому обслуживанию газового оборудования в установленные сроки. Еще один дом в столице республики и снова долги свыше 100 тысяч рублей. Весь отопительный сезон здесь не рассчитывали за газ. Одни обещания, но газовики им уже не верят и возобновят подачу голубого топлива только после оплаты задолженности в полном объеме и оплаты услуг по отключению и подключению. Для тех абонентов, кто оказался в стесненных жизненных обстоятельствах, компания готова рассмотреть возможность реструктуризации долга. Компания готова рассмотреть возможность предоставления рассрочки по погашению задолженности абонентами, находящимися в тяжелой жизненной ситуации. Для чего необходимо обратиться на обслуживающий участок с заявлением, заключить соглашение и исполнить это соглашение в соответствии с теми сроками, которые предусмотрены. Екатерина Шиверова, Бахтияр Велиев, Республика.